Нападение на госучреждения и захват заложников президент. Подытожим сейчас эту тему. Президент Молдовы Майя Саду заявила о том, что Россия готовит государственный переворот в стране, хочет сменить власть, чтобы использовать Молдову в войне против Украины. Поскольку реальны такие планы и как на это реагирует Запад, смотрите в нашем материале. 12 сербским футбольным болельщикам отказали во въезде в Молдову. Они приехали на игру между сборными Молдовы и Сербии. Пограничники объясняют, сербы не выполнили все условия для въезда. А вот депутаты в правящей партии Молдовы «Действие и солидарность» утверждают, что это были не фанаты, а диверсанты. Благодаря усилиям службы информации и безопасности, предпринятым задолго до того, как появилась информация, предоставленная президентом Украины Владимиром Зеленским, сборная Сербии будет играть с пустыми трибунами, потому что планировали привезти диверсантов. Андриан Кептанар, представитель Комитета по нацбезопасности, обороне и общественному порядку в парламенте Молдовы. В эфире телеканала Журнал ТВ. В Белграде отрицают, что сербы могут участвовать в подготовке провокаций для дестабилизации ситуации в Молдове. Аналогичные заявления прозвучали и в Кремле. «Мы просим молдавские власти срочно передать всю имеющуюся у них информацию, потому что мы никогда не получали подобного уведомления от Республики Молдова. Мы не допустим, чтобы репутация Сербии и дружеские отношения с Молдовой пострадали». Ивица Дачич, министр иностранных дел Сербии, в комментарии сербским СМИ. Ранее президент Майя Санду заявила, что Россия планирует организовать госпереворот в стране, в частности с диверсиями и привлечением людей с военной подготовкой, замаскированных под гражданских. По так называемом плане российских спецслужб Кишинев предупредил Киев. «Документы, полученные от наших украинских партнеров, указывают на места и логистические аспекты организации этой подрывной деятельности. Этот план предусматривал въезд в Молдову граждан России, Черногории, Белоруссии и Сербии с целью попытаться спровоцировать протесты в попытке сменить законное правительство на незаконное, контролируемое Российской Федерацией». В то же время Санду уверяет, ситуация находится под контролем. Кроме того, президент Молдовы призвала новое правительство принять меры для более эффективной борьбы с угрозами. «Сейчас из-за того, что Украина воюет очень хорошо и не допускает Российскую Федерацию, не допускает, чтобы она делала то, что хочет, в принципе, только из-за этого в Республике Молдова царит более-менее спокойная ситуация. Но Российская Федерация не оставляет своего замысла захватить нас». Так, 14 февраля воздушное пространство Молдовы нарушили разведывательные беспилотники. Из-за инцидента страна закрыла свое воздушное пространство на несколько часов. «Недавно небо над Республикой Молдова было закрыто из-за того, как объяснили правительство, руководящие органы, одна или две дроны вошли в наше воздушное пространство, российские, неконтролируемые. То есть, в принципе, постоянная угроза есть. В основном она не военная, но изнутри, это пятая колонна, это пророссийские партии, пророссийские неправительственные организации и масс-медиа, которые в последнее время стали очень-очень активными». Сообщения о российском заговоре с целью свержения правительства Москвы вызывают обеспокоенность и в Вашингтоне. «Мы полностью поддерживаем молдавское правительство и молдавский народ. У нас нет никаких независимых подтверждений этому, но мы не сомневаемся в способности россиян и в том, что Путин попытается это сделать. Это его сценарии». В свою очередь ЕС намерен помочь Молдове противостоять давлению Кремля, уверяет глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. «Мы знаем, под каким огромным российским давлением находится Молдова. В 2023 году страна будет принимать встречу европейского политического общества. Это будет отличный случай показать поддержку Кишиневу, чтобы противодействовать российскому давлению, которое каждый день усиливается». Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, в комментарии журналистам перед министерской встречей НАТО в Брюсселе. Тем не менее, по словам экспертов, назначение нового правительства в Молдове может говорить о том, что к предупреждениям из Киева в Кишиневе отнеслись серьезно. При этом у нового премьер-министра страны Дорина Речина будет непростая задача – противостоять влиянию пророссийских сил.